Готи! 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 Встреча с инвестором предполагаемого мусоросжигательного завода в Доме культуры поселка Осиново в эту субботу изначально не имела никаких шансов пройти в теплой и дружеской атмосфере. Вот так она начиналась, и если зритель еще не разобрался, поясним, что гости поселка, инвесторы и экологи, приехавшие пообщаться с людьми, находятся в направлении несколько противоположном тому, куда смотрят протестующие. Готи! 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 Протестующие протестуют таким вот образом. Поначалу против показа фильма, рассказывающего о специфике современных заводов, а затем путем длительных митингообразных выступлений активистов, которые никак, впрочем, не приводят к образованию хотя бы одного внятного вопроса специалистам. Да построите лучше больше больниц, больше бесплатных наркологий построите, наркомания, алкоголизм процветает. Митинг не иначе. Митинг, который, кстати, не далее, как сегодня, снова прошел Васинова. Люди в зале совсем не интересуются колосниковыми решетками, фильтрами, диоксинами и прочими ключевыми, по сути, вещами. Поскольку считают, что завод, каким бы он ни был, строить не нужно, вот по какой причине. Якобы мы способны наладить в обозримой перспективе раздельный сбор и переработку отходов. То есть, вроде как, изжигать будет нечего. Если подразумевается раздельный сбор мусора, зачем вообще нужен мусоризжигательный завод такой мощности? Мусор изжигательный завод? Под боком у людей. О чем бы мы ни говорили, а речь всегда заходит вот об этих контейнерах. Это контейнеры для раздельного сбора мусора. Противники строительства мусоризжигательного завода считают, что достаточно просто оснастить ими всю Казань, наладить переработку, а тогда и завод строить не нужно, раз мы все будем перерабатывать. Специалисты в этом вопросе, а может быть просто люди, которые более приземленно смотрят на вещи, считают, что сделаем мы это с вами не раньше, чем за 10, 15, 25, может быть даже лет, то есть за четверть века. Осталось только сказать сакраментальную фразу, вроде время покажет, но ведь время нам с вами уже все показывает. Вот это дуальные контейнеры, так называемые контейнеры для раздельного сбора мусора, которыми мы собираемся оснастить всю Казань. Здесь, как вы видите, прочие отходы. Надпись, ну это всякая органика, которую мы можем отделить без труда. А здесь отходы перерабатываемые. Это пластик, стекло, металл и бумага. Ну, вроде как контейнеры для чайников, ничего сложного. Только пока существуют они в единственном экземпляре и стоят вот здесь, на дворе одной из экологических компаний. Это первый вопрос, когда они появятся во всем городе. И второй вопрос, а что мы будем, собственно, делать с тем, что мы соберем? Пластмассовые бутылки 10 рублей за кило, макулатура 5 рублей, картон 6 с полтиной. Раздельный сбор пока в Казани выглядит так, будто мы услышали о нем впервые за ужином позавчера. И усилия все нечеловеческие, исходят от частного бизнеса. Вот таких вот пунктов приема у этой компании порядка 10 по городу. У других санитаров леса дела обстоят не лучше, потому что проблема не собрать, проблема пустить в переработку. А где же ее взять в Казани? Ее ведь тоже нет. А чтобы это развивалось, нужно развивать производство оборудования, именно оборудование. То есть это главная задача сейчас. Оно так и будет захороняться. Альтернативы сейчас нету. Либо нам такие же холмы сейчас расти, да? Либо нам это сжигать. Те, кто занят проблемой мусора в Казани, как видите, давно не смотрят на мир сквозь розовые очки. Особенно печаленных образ, если речь заходит о будущем. И вот теперь самое интересное. Территориальная республиканская схема обращения с отходами. Последняя редакция март этого года. Уже в этом году Татарстан будет поделен на две зоны. Западную и восточную. У каждой зоны будет региональный оператор. Крупная компания, которая должна будет заняться сбором, сортировкой, переработкой. В общем, всем, что связано с дальнейшей судьбой нашего с вами мусора. Каковы же ориентиры? Смотрим западную зону. Здесь Казань. А значит, здесь наш гипотетический завод. В схеме возможностей он уже есть. Смотрим нынешний год и год 2028. Доля обезвреживания, то есть сжигания, 0%. Завод еще не построен. Доля утилизации, то есть то, что сортируется и перерабатывается, 1%. Почти 0%. Доля размещения, это свалки, 99%. Переносимся на 10 лет вперед. И что же мы видим? В 28-м мы сжигаем 58% мусора, 14% утилизируем и 28% хороним. Эти 28% конечно не мусор Казани, здесь имеется ввиду вся западная зона республики. Но цифра-то важнейшая вот где, 14% всего лишь. Возможно это от того, что в западной зоне работает завод. Смотрим зону восточную. Исходные цифры практически те же. 2% переработка, 98% свалки. 28-й год. 85% свалки, 15% переработка. Завода нет, свалок естественно больше. Но цифра по переработке почти та же и здесь. И вот теперь подытожим. На данном этапе мы говорим, что через 10 лет мы возможно доживем до того, что 14-15% нашего мусора пойдет на переработку. Это пессимистический прогноз, но увы он весьма реалистичен. Сегодня мы смотрим исходя из факта. В большей степени факт, вы правильно говорите, то что он оптимистических надежд не дает. С учетом ограничений, которые есть по финансам, мы гадаем на кофейной гуще. Мы гадаем на кофейной гуще, потому что начинаем почти с нуля. Вот в набережных Челнах начнут не совсем с нуля, например. У компании Николая Атласова более сотни таких вот контейнеров для раздельного сбора по всему городу. Свои мощности по переработке. Да еще какие мощности. Те нынешние 2% утилизации в восточной зоне – это, в общем, его 2%. Он такой один на всю эту восточную зону. И он, как никто другой, чувствует, что за осторожными цифрами в территориальной схеме проглядывает наше неверие в удачный исход дела. Достигать показателей 14 или 15% за 10 лет, я считаю, это не очень большой рывок для нашей прорывной республики. Если мы сейчас от слов перейдем к делам, то наверняка у этого мусоросжигающего завода с каждым днем будет количество того сырья в печке этого завода таять. Если мы сейчас все объединимся, а не будем диаметрально противоположные вещи говорить, нужен завод в цепочке или не нужен? Он нужен в цепочке. Так же, как и переработка к раздельным сбору отходов. Именно так завод, как часть цепочки, получается необходим в любом случае. Мы нарисовали грустную картину, но давайте представим, что вот таких переработчиков, как Атласов, у нас будут десятки, сотни. На что мы можем тогда рассчитывать? Мировой рекорд в переработке у Германии – 60% переработки. Вопрос – сколько остается процентов? И что мы будем с ними делать, с этими 40%? Даже побив все рекорды. Мы будем их хоронить, как всегда. А много ли изменится тогда? Внимание! Вот мнение заказчика строительства мусоросжигательного завода в Казани. И вот все те противники, которые говорят о том, что мусоросжигательный завод – это вчерашний день, они не совсем правы, а вернее, совсем не правы. Почему? Потому что, а, вот эти 40-50% нужно куда-то девать. Выход очень простой. Либо это полигон, либо это мусоросжигание. Б – 50% вторичной переработки – это уровень, который достигла Европа за десятки лет. Вероятность того, что мы завтра начнем отправлять на вторичную переработку 50%, с моей точки зрения, достаточно мала. Это означает, что, скорее всего, на вторичную переработку мы будем отправлять вот те самые 20, может быть, 30%. А это означает, что 70% или 60% нам нужно будет либо отвозить на полигоны, либо отвозить на мусоросжигание. Сжигать нельзя хоронить. Вот вам и дилемма. Та, что насчет запятой. Полагать, что мы сейчас дружно все ухнем и все соберем и переработаем. Полагать, что предполагаемый региональный оператор, несущий ответственность, по большому счету, лишь за чистоту наших дворов, будет кровно заинтересован в каком-то раздельном сборе и переработке, который нет сейчас и в помине, все это наивно, по меньшей мере. Нужен ли мусоросжигательный завод Казани? На данном этапе, на десятилетие вперед, ответ ясен, он нужен как часть цепочки. То, что мы не способны переварить, не стоит складывать во взрывоопасные кучки. Сжигание – это обезвреживание отходов. В чем, наверное, вскоре и убедятся в Казани. Энергия вот этих неравнодушных людей, кстати, будет очень полезна всем нам. Именно протесты против свалок и заводов в Европе всегда приводили к написанию лучших программ и созданию лучших практик по утилизации мусора. У нас этих программ, тем паче практик, не было и нет. А они ой как нужны сегодня. Михаил Любимов, Камин Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней.